Новый единый оборотный налог обсуждают к введению. Как можно получить арктический гектар? Увеличение расходов на президента и его администрацию? Новое снижение ипотечных ставок? Что происходит со столичной недвижимостью? Эти и некоторые другие новости мы обозреваем сегодня в очередном выпуске экономических новостей с Николаем Мрачковским. Рад вас всех приветствовать. Доброе утро или добрый день, смотря когда вы меня смотрите. Если поддерживаете канал, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, поделитесь с друзьями ссылками на канал. Буду вам за эту поддержку благодарен. Итак, поехали. Первая новость. Госдума рассматривает законопроект о замене пенсионных накоплений почетной грамотой. Это шутка, конечно. Пока еще до этого не дошло. Но мне кто-то прислал эту шутку и она мне как-то показалась такой довольно жизненной. И я решил ей предварить следующие новости, поскольку многие из них будут весьма забавными и казаться шуткой, но уже таковой не являясь. Пока еще нет. Пока еще на пенсии платят, на почетную грамоту не заменяют. Но в каждой шутке есть только доля шутки. Итак, теперь вот к веселым реальным новостям. Получите Арктический гектар. В России готовится к запуску программа Арктический гектар. Любой гражданин нашей страны сможет бесплатно получить землю в Арктической зоне для коммерческого или личного пользования. Программа будет предельно доступна для всех граждан. Сначала для жителей Арктической зоны, а потом и для жителей других областей. Менять место проживания не придется. Человек сможет жить там, где хочет, а иметь загородный дом в Арктике. Определят конкретные территории, где будет раздаваться земля региональной власти. Я вот прям представляю, что у нас толпы желающих жить в Арктической зоне вместе с белыми медведями. Я в детстве жил в городе Заполярный. Это самый-самый север Мурманской области. Если на карте посмотрите, вот прям наверх идти. И там есть такой вот за Полярным кругом город Заполярный. Там в тех краях шутка такая есть, что сидят двое людей, разговаривают. И один другому говорит, слушай, вот тут прогноз смотрел. Говорят, лето будет теплое. О, здорово, хорошо бы на выходные пришлось. Ну, шутка в том, что лето длится. Вот если выходные будет, хотя бы одни выходные за лето тепло, это уже круто. Лето удалось. И я слабо понимаю вот эту идею. Напишите, пожалуйста, хотя может быть я глубоко заблуждаюсь. И действительно есть большое количество желающих перебраться в Арктическую зону и иметь там дачу. Вы живете где-нибудь в Захолустье, в Краснодарском крае. Там тоска, ничего хорошего нету, море, горы, ну что там ловить. А дачка у вас будет где-нибудь в Мурманской области, допустим, вот за Полярным кругом как раз, в районе города Заполярный. Того прекрасного самого. Или где-то еще. Действительно ли вы об этом мечтаете, может быть. Но это забавная просто такая схема, вот как у нас решаются проблемы. Ведь действительно кто-то наверняка под эту программу кучу денег выделят и освоят обязательно. Вторая новость тоже такая позитивненькая для кого-то. Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию. Благополучно прошло голосование, где Владимир Владимирович обнулился сроки, в смысле Владимир Владимирович обнулились. Теперь он претендует на существование на своем посту до 1936 года. Там, наверное, новое обнуление произойдет. И наряду с этим, конечно, как же не увеличить расходы на президента, потому что вот так. И знаете, что здесь самое интересное? В 2022 году предлагается... А, финансирование может вырасти на 88 миллионов до 14 миллиардов. То есть нам президент со товарищей обходится примерно налогоплательщикам в 14 миллиардов рублей. В 2022 году планируется сократить расходы на 190 миллионов. А в 2023 снова увеличить на 219 миллионов. Интересные такие, да, Игоря? Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зам предсовбеза, госслужащих и сократить финансирование председателя правительства, его замов. Ну, мы когда, если смотрели мой ролик про поправки Конституции, то там обсуждали, что роль председателя правительства и вообще... Ну, да, прежде всего, председателя правительства сильно снижается. Фактически многие полномочия переходят к президенту. И вот так вот. Ладно, давайте теперь к более серьезным новостям. В России обсуждают единый оборотный налог, что есть, 2%, который, видимо, в какой-то степени заменит существующие налоги на общей системе налогообложения. НДС 20%, у нас налог на прибыль 20%, НДФЛ на оплату труда 13%, страховые взносы, налог на имущество. В общем, налогов у нас хватает. Это не берем еще другие, которые есть. И в результате сумма, совокупная сумма платежей в бюджет варьируется от 5 до 30% к выручке. И обсуждается введение налога 6,2%. Правда, дальше, то есть это сначала появилась информация из Минэкономразвития, а потом ее же опровергли. Поэтому, насколько это обсуждается, непонятно. Но, наверное, если это будет реализовано, это, конечно, такой большой шаг вперед в плане огромного упрощения жизни большому количеству компаний. Поскольку просто администрирование и введение всей бухгалтерии по этой куче налогов, это такой геморрой для... Ну, как геморрой? Это просто большие дополнительные расходы. Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет. При этом доля соц. выплат остается исторически высокой. Однако, у нас антирекорд в 21 веке. То есть за 20 лет текущего века сейчас у нас самые низкие доходы от предпринимательства. Ну, понятно, потому что коронакризис, конечно, очень сильно по предпринимательству ударил. Среднемесячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей. При этом, при этом, это в крупных и средних компаниях. В сфере добычи полезных ископаемых повыше, там 65 тысяч. В легкой промышленности чуть более 20 тысяч рублей. Вот так. Так что, когда вы выбираете себе работу, думайте, чему и как и где обучаться, чтобы быть в той сфере, где платят повыше. Россия потеряла миллиарды рублей за дешевой нефти. Около 92 миллиардов в июле. Но, вот смотрите, тут важный такой комментарий. Я его жирно выделил. В августе Минфин ослабит поддержку рубля почти в два раза. То есть до этого у нас была мощная поддержка рубля. Сейчас нам заявляют, что поддержку рубля Минфин ослабит. То есть будет как бы гораздо меньше продавать валюты на внутреннем рынке. А что это значит? Это с большой вероятностью, будем смотреть, конечно, как это реально произойдет. Но с большой вероятностью у нас рубль будет ослабевать. То есть дешеветь по отношению к доллару и к евро. Естественно, это зависит не только от данного фактора. Это зависит также от цен на нефть, что с ними будет. Но вероятность высока, что рубль у нас куда-нибудь улетит. Поэтому, если у вас существенные сбережения в рублях, будьте очень аккуратны. Это сейчас в текущей ситуации крайне небезопасно. Поскольку рубль у нас одна из самых антипатриотичных валют в мире. То есть она регулярно и очень высоко улетает. ВТБ объявил о снижении ипотечных ставок. Я вам чуть ранее показывал свое одобрение. То есть я получил одобрение от ВТБ как раз на ипотеку. Сейчас выбираю. Вот у меня от Сбера предложение от ВТБ. Интересные предложения. Еще другие банки прислали. Но по сути они не существенно лучше этих двух. Так что если вдруг вы что-то для себя рассматривали. Для приобретения недвижимости инвестиционной. Свои задачи закрыть. Либо рефинансировать текущие кредиты. То для этого самое время. Я не думаю, что это время продлится долго. Я вот на эту тему сделаю даже отдельный выпуск. В ближайшие дни про ставки кредитные. Я подозреваю, что вскоре они пойдут вверх. То есть это вряд ли продлится долго. Просто потому, что государство перестанет в какой-то момент устанет все это дело поддерживать и датировать. Сбербанк допустил возможность выпуска привязанного к рублю токена. Это станет инструментом расчета в сделках с другими цифровыми активами. Решение о выпуске токена будет принято в ближайшее время. Сбербанк учитывает пожелания клиентов, а также вступивший с 2021 года запрет на прочие цифровые валюты. И видимо Сбербанк тут подсуетился. И по сути вот этот вот закон о запрете расчетов с криптовалютами, видимо, пойдет на поддержку инициативы Сбербанка. Сбербанк изобретет какой-нибудь свой токен, свою по сути криптовалюту, которую всем остальным попробуют навязать так или иначе. Но посмотрим, что выйдет. Сбербанк лояльностью к гражданам не особо славится. То есть у него, как правило, большое количество различных комиссий и так далее. Но может быть что-то гениальное из этого и сделается. Зам пред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 90-е годы. Когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений. Ну, я думаю, что тут даже никакого риска нет. Это абсолютно точно. Рассматривать сейчас рубль на депозите по ставке 3,5% годовых как источник приумножения накоплений. Это бессмысленно. Ну, просто потому, что у нас инфляция сильно выше, как минимум раз. А два, сейчас в очередной раз в какой-нибудь момент доллар скаканет, цены скаканут. И все, кто держит деньги на депозитах, останутся грустить, как это происходило уже многократно при всех прошлых скачках доллара или падении рубля. В букинге проблемы уволят 25% персонала, около 4 тысяч из-за пандемии. Ну, понятно, индустрия гостеприимства очень сильно страдает. Вот у меня у самого была доля в одном из отелей в Москве. И я вышел. И с очень большими потерями вышел из этого проекта. Поскольку, действительно, там проблемы огромные сейчас у всех отелей. Поскольку из-за ограничений там грандиозные убытки. Расходы очень высокие в отеле всегда. А загрузить ты его сейчас не можешь из-за целого ряда требований. Ну, полноценно, по крайней мере. Ну, что ж. Вот такие вот новости. Надеюсь, что что-то из этого было позитивным. Что-то для вас полезным. Всем удачи, хорошей недели, хорошего дня. С вами был Николай Мрачковский.